Здесь система лазеров и видеокамер. Лазер на кривых он сгибается. Камер-фиксирует алгоритм, преобразует изгиб. Студенческое конструкторское бюро. Здесь будущие инженеры проектируют, собирают и готовят к испытаниям разные устройства в области агротехнологий. Мы делаем и модели, также и чертежи делаем. То есть это различные детали, сборочные единицы. Одна из уже воплощенных агроразработок, рассказывает губернатору, модернизированная модель для обработки почвы между кустарниками и деревьями. Это устройство скоро должно выйти на рынок. А вот работа по воплощению двух машин для лесного хозяйства, заказ известного российского завода-изготовителя грузовиков, сейчас в самом разгаре. Основные параметры на начальном этапе проектирования, поскольку у нас компетенция именно в области трактора строения, поэтому этим занимались в первую очередь мы. Студенты-конструкторы политеха уже сегодня на расхват. Уже придумали, где работать дальше? Есть предложения? Да много предложений, конечно. Вы выбираете? Вы на выборе? Не-не-не, они у нас останутся. А, хорошо, давайте вам успеем. И куда мы как-нибудь возьмем? В квалифицированных кадрах остро нуждается практически весь промышленный комплекс края. Несмотря на состояние полной неопределенности в экономике в начале прошлого года, к сегодняшнему дню многие предприятия смогли перестроиться. Одни наладили новые кооперационные связи, другие сконцентрировались на внутреннем рынке. А некоторые, благодаря господдержке, и вовсе модернизировали производство, нарастили объемы, докладывает министр промышленности края. Впервые в прошлом году предоставлялась субсидия на приобретение оборудования за счет федеральной поддержки, что позволило субсидировать приобретение оборудования общей стоимостью 258 миллионов рублей. И получатели поддержки взяли на себя обязательство до конца 2024 года создать не менее 511 новых рабочих мест и инвестировать в производство более 8,5 миллиардов рублей. Новые рабочие места должны появиться в целом ряде предприятий. Так, до конца года в крае планируют завершить строительство нескольких заводов. Отделочные фабрики БМК, завода по производству активированного угля в Шипуновском районе и Рубцовской обогатительной фабрики. Всем этим предприятиям нужны будут люди. А между тем и действующие заводы сегодня испытывают нехватку кадров. Прошедшая на прошлой неделе ярмарка вакансий еще раз подтвердила остроту вопроса. Мы действительно испытываем сейчас уже острую потребность в качественных кадрах. Поиск специалистов, говорит министр промышленности, ключевая задача. Только на предприятия, работающие с оборонзаказом, до конца года нужно привлечь минимум 2700 человек. В отрасли легкой промышленности помочь хотя бы частично закрыть проблему должен проект «Профессионалитет». По нему, начиная с 2024-го, ежегодно обучать и устраивать на работу будут 75 швей. Что касается других заводов и фабрик, их руководство совместно с министерством разрабатывают поэтапный план. Остается надеяться, что высокая конкуренция за кадры приведет в итоге к реальному повышению зарплат. Елена Макаренко, Александр Антропов. День с толком.